Привет, друзья! Выпуск Юта Школы веду я, Леонид Макаров. Сегодня мы расскажем о монтаже и составляющих для монтажа. Что же нужно для монтажа и какие программы существуют? На этот вопрос ответит Настя Князева. Привет всем зрителям Юта Школы, меня зовут Настя Князева. И я вам расскажу о том, какие программы существуют и какая программа подойдет именно вам. Если вы только начинаете знакомиться с волшебным миром монтажа, то вам не нужно бежать и скачивать профессиональные программы, а лучше начать с более простых. Если ваша операционная система Windows, то самая подходящая, легкая и простая программа для вас это Windows Movemaker. Данная программа стандартна, но обратите внимание, что на седьмой версии Windows данная программа называется киностудия Windows Live. Интерфейсы у программ немного разные, но функции одинаковые. Кстати, свой путь в монтаже я начинала именно с этих программ. Если ваша операционная система iOS, то самая подходящая для вас программа iMovie. Данная программа также является стандартной, она достаточно легкая и понятная, но в ней есть больше возможностей, чем в том же Movemaker. Если вы уже более-менее освоили азы монтажа и можете сказать, что вы любитель, то для вас подойдет программа Pinnacle Studio. Pinnacle Studio идет только на Windows. В этой программе нет ничего такого суперкрутого, но в ней есть много разных фишечек, вроде эффектов, переходов, рамок и всего такого. Итак, перейдем к более профессиональным программам. Первая в этом списке это небезосвестная Sony Vegas. Программа, которой пользуюсь я, она не очень сложная и достаточно понятная, и за это я ее люблю. Sony Vegas идет также только на Windows. Следующая профессиональная программа Adobe Premiere Pro. Она достаточно сложная и разобраться в ней будет легко, но я думаю, что если посидеть пару ночей, посмотреть какие-то видео уроки, то можно в ней разобраться. Следующая программа Final Cut Pro. Программа, которая работает только на операционных системах iOS. В ней можно создавать анимации, сводить звук, заниматься цветокоррекцией и экспортировать это все в нужный формат. Программа достаточно сложная, в ней тоже надо посидеть не один день, чтобы разобраться, что к чему. Есть еще одна программа из ряда профессиональных. Называется она Adobe After Effects. В данной программе можно создавать какие-то анимации, заставки, делать из себя монстра, либо оторвать себе голову. Но хочу предупредить, что эта программа очень сложная, по крайней мере для меня, и я пытаюсь обходить стороной звасчастный ярлык АЕ на моем рабочем столе. Мой совет вам. Если вы только начинаете знакомиться с миром монтажа, то не стоит останавливаться и бояться. Лучше начните с каких-то более простых программ и плавно переходите в более сложные. Никогда не останавливайтесь при виде непонятного интерфейса, смотрите видео уроки и все у вас получится. Давайте поговорим об интро, о вашей заставке перед видео. Ее можно делать самому в After Effects, скачать шаблон или вообще купить. Мелена Чижова скажет, какая должна быть заставка и как она ее делала. Очень часто начинающие видеоблогеры делают неинтересную и отталкивающую заставку для видео, а многие блогеры пренебрегают ей вовсе. Давайте же разберемся, какая должна быть заставка и где и как ее сделать. Заставка очень-очень важна, хотя многим так и не кажется. Зритель видит вашу заставку первой, просматривая ваше видео, и в первую очередь в глаза бросается именно она и оценивает зрителя ваше видео, начиная именно с нее. Это как обложка для книги, поэтому не стоит ей пренебрегать. Зачастую новички видеоблогиньки делают заставку такого типа. Просто бегущая строка с названием канала или вашим именем на фоне черного экрана, либо белого, либо просто какой-либо картинки. Смотрится очень непрофессионально и отталкивающе, согласитесь. Ни в коем случае не нужно так делать. Но при этом я не говорю, что вы должны быть супер профессионалами в этом деле. Нет, вовсе нет. Даже я не могу сделать какую-нибудь супер классную заставку. Главное, чтобы она была нормальной, подходящей, а не просто скучной, такая одинокая строка. Также ваша заставка не должна длиться более 20 секунд. Этого вполне достаточно, поверьте. Идеал примерно 10-14 секунд. К примеру, вот моя заставка. Длится 16 секунд. Неотвлекающая музыка на фоне. Нет глупой, одинокой бегущей строки на фоне. И все аккуратненько, вполне выглядит и всем очень-очень нравится. Итак, с заставкой разобрались, а теперь главный вопрос, где ее сделать. Я думаю, что если вы снимаете видео, то, естественно, вы монтируете его в какой-либо программе. И сделать хорошую заставку, возможно, практически в любой программе. Будь то iMovie, Pinnacle Studio, Sony Vegas, Cinema 4D или еще что-то. Везде можно сделать заставку. Главное, приложить к этому фантазию и ваши усилия. Больше к этому ничего не требуется. Также, если вы прям совсем не можете, то можно скачать из интернета различный шаблон заставок и просто подделать как бы для себя. Ну а если вы совсем не можете сделать заставку, у вас не получается и вы практически не ладите с программой для монтирования видео, то, может, у вас есть друзья или знакомые, или родители, или еще кто-то, кто владеет этим. Тогда попросите их. Я думаю, они сразу все для вас сделают. Если же у вас нет таких друзей, то есть люди, которые делают это за деньги, причем совсем небольшие деньги, ну или же бесплатные. Таких групп в ВКонтакте очень много. Надеюсь, это видео было для вас полезным. А теперь пересмотрите свою заставку и подумайте, хороша ли она или же еще может что-то в ней изменить. Я согласен с Миленой. Заставка должна заменять название и говорить о всей сути видео. Цветокоррекция – это очень важная деталь. Она может убрать некоторые дефекты видео. Филипп Трембо расскажет нам, как он делает цветокоррекцию на примере Sony Vegas. Всем привет, меня зовут Филипп. Сегодня я хотел бы вам рассказать немного о цветокоррекции. Я думаю, вы уже должны знать, что цветокоррекция – это незаменимая вещь в обработке видео, потому что она может полностью поменять восприятие вашего видео. К примеру, возьмем мое видео без цветокоррекции. Ну, вроде бы нормально, но все равно не то. И с цветокоррекцией. Намного лучше. Конечно же, можно углубиться и говорить про цветокоррекцию очень долго. Но мы делаем выпуски для новичков, поэтому я расскажу, как проще всего сделать цветокоррекцию новичку. Лично я обрабатываю все свои видео в Sony Vegas. И с цветокоррекцией там сложностей абсолютно ноль. В Sony Vegas находите строку Video Effects, там находите Color Correct и перетаскиваете его на свое видео. Дальше у вас есть три круга, в которых вы можете выбирать цвет. Они называются светлый, средний и темный. То есть тут довольно понятно, все, что подсвечено хорошо, будет регулироваться светлым, то, что хуже – темнее. Насчет того, какие цвета выбирать, я вам совет дать не могу, потому что здесь дело каждого. Я выбираю такие цвета, какие нравятся мне. Я сижу какое-то время, просто экспериментирую, добавляю такой цвет, убираю другой. И в итоге оставляю то, что мне нравится. И видео получаются или темными, мне это нравится, или яркими, что мне тоже может понравиться. Просто в зависимости от освещения и от ситуации. Вот, в принципе, как я делаю свою цветокоррекцию. Это, на самом деле, не очень сложный процесс. Просто сидите, экспериментируйте и подбирайте так, как вам нравится. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Да, цветокоррекция помогает, когда у вас плохой свет. Поговорим о звуке и его синхронизации. Подробнее расскажет нам Денис Шалдинг. Всем привет, дорогие друзья, я Денис Хомяк. И сейчас мы поговорим с вами немножко о звуке в видео. Без звука ваше видео никуда. Если звук ужасный, я думаю, что если даже у вас качество картинки хорошее, а звук плохой, вас смотреть не будут, потому что у вас непонятно какие-то посторонние шубы. Все это легко убрать в программе с амплитуд. Но прежде всего хочу сказать, что я, например, записываю свой звук на петличный микрофон Genius Mic 01. И она живет не в самые лучшие времена сейчас, потому что ей уже больше года. Старенькая. И, разумеется, Китай дает о себе знать. Начинаются какие-то шипения, и вот они часто ломаются, такие петлички. Поэтому я рекомендую посмотреть что-нибудь подороже. Не то, что там в Ашане за 87 рублей, но для начала тоже неплохо. Я работаю на радио, пишу какие-то рекламные ролики, джинглы и тому подобное. Делаю прочитки. Во всем этом мне помогает отличная программа с амплитуд. Я надеюсь, Леня разместит в описании ссылку на эту программу. Вы там ее скачать сможете. Очень она проста, вы ее поймете. Конечно, не с первого раза, но стоит потыкаться. Но чтобы убрать какие-то недочеты вашего звука в видео, ее вполне хватит проюзать вот после этого видео. Можете скачать, сразу же попробовать что-то сделать. Например, вы снимаете какое-то видео о кулинарии на кухне. Разумеется, какой-нибудь холодильник таки-то шумит там. Можно спокойно эти звуки убрать. И сейчас я покажу вам, как это сделать. Привет, ребзя, еще раз. И вот я уже в амплитуде. Это та самая программа, про которую я вам говорил. Ага. В общем, вот эта вот звуковая дорожка. Вторая S2. Видите вы? Вот этот файлик. Это то, что вы слышали до этого. То есть, ну, как бы вы можете сейчас сравнить. Я пишу с этой же петлички через ноутбук сейчас звук. То есть, я его не буду редактировать специально. А до этого звучал вот этот самый фрагментик. Он, естественно, отредактирован мною. Итак, что же я делал? Track Effects. Заходим вот здесь сначала на S2. Мой голос записан именно в этой деке. Итак, щелкаем здесь на этой стрелочке. Track Effects находим. Далее. Играем с параметрами фильтров EQ116. Примерно следующая картина у вас должна получиться. То есть, вводите на свой вкус и цвет, как вам нравится, как звучит, так и оставляйте. То есть, у меня вот примерно как-то так получилось. Шестерка чуть выше, чем все остальные значения, потому что она дает более-менее такую чистоту, я не знаю, звучание. Ну и как-то вот здесь все вот так вот выстроено. Дальше закрываем. Все тот же Track Effects и находим Restoration. Там Dehyzer и Denoiser активируем. Получается что-то следующее у нас. Noise Level 40 и Noise Reduction 15. У меня, по-моему, ничего не менялось. Здесь High Noise Level стоял. Ну, по-моему, я здесь ничего не менял. Здесь High Noise Level. Минус 6 дБ стояло, так и стоит. Ну и еще покажу вам просто вот так вот. Dehyzer. Примерно то же самое. Все аналогично, что и до этого вы видели. То есть, Noise Reduction и Noise Level. Здесь 55 и здесь 30. На этом все, ребзя. И напоследок совет от меня такой. Не ставьте громкую фоновую музыку у себя в видео. Убавляйте ее, потому что ваш голос, возможно, никто не услышит. Ну, если что, разве в наушниках? Ну, и то не факт, конечно. В общем, громкая музыка фоновая не есть хорошо. Всем пока! Ваше видео готово! Все идеально! Вы вырезали все паузы? Напомню, если вы работаете в Sony Vegas, то резать клавиша S. Если вы работаете в Premiere, то слева на панели есть специальный инструмент, который поможет вам разрезать видео. Да, теперь вы можете заливать видео на YouTube. Сегодня вы узнали все, что нужно о монтаже. С вами была Ютушкова. Подписывайтесь на канал, ребят. А также на мой канал. Да. Прямо сейчас кликайте и подписывайтесь. На все каналы. Да. Ну, давайте. Всем пока! Удачного дня! А тот, кто монтирует видео, он кто? Монтажник? Монтер? Монтажер? Монтажер? Монтажер?